Принимать решение в открытую судья Волкова не захотела. Суд отклонил ходатайство защиты Маркова о допуске в зал представителей средств массовой информации. Одна из немногих журналистов, которым удалось попасть в зал, корреспондент АТВ Татьяна Милимко. О происходящем она рассказывала по телефону. Сейчас оглашен перерыв. Адвокат должен ознакомиться с материалами дела. Ему на это стали всего лишь полчаса. Судьи вышли. Ну вот из-за этих полчаса Игорь Олегович имеет возможность пообщаться со своей супругой. Жена большая надежда крепко, потому что она его не оставит, хотя Игорь Олегович уехал домой на роде ребенка в первую очередь. Но она держится, она его поддерживает, подбатривает. И он тоже в общем-то в хорошем расположении духа, настроен по-боевому. Он шутит детски. И что этот месяц я его спросила передать ключ, что передать одессит. Он сказал, передай слова благодарности. Большое спасибо. Общался с прессой после заседания только адвокат Игоря Маркова Александр Казарновский. Он и принес известие об избранной мере пресечения. Суд заключил Маркова под стражу до 20 декабря. Ему сказал, что Маркову плохо, ему нужен врач, срочно причем. Что сделал следственный судья? Он стыдливо убежал из зала. Вот с таким правосудием у нас никогда не будет хорошо. Естественно, мы собираемся подавать апелляцию. Естественно, что эта апелляция будет безрезультатной. Естественно, что мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушении прав Маркова государством Украины. В зале суда Игоря Маркова поддерживала его супруга Инесса. Она на восьмом месяце беременности. Надеялась поговорить с мужем, но удалось лишь перекинуться парой фраз. Игорь Олегович попросил передать в камеру одежду и библию. Решение об аресте мужа Инессу подкосило. На карете скорой помощи прямо из Киева ее срочно доставили в один из родильных домов Одессы. Медики бьют тревогу из-за сильных нервных потрясений. Здоровье матери и ребенка под угрозой. Врачи говорят, что у меня угроза, что я должна быть на лечении. Вот как я сейчас и нахожусь, потому что я понимаю, что я должна выносить эту беременность. Эта беременность долгожданная. Сейчас я как мать, я переживаю и приняла все меры, чтобы не потерять ребенка. И если сегодня наши органы, они способны на все это беззаконие, меня попытаются задержать и закрыть, то значит они будут у меня принимать роды. А роды будут смертельным исходом. Пока Инесса лечится, ее муж в изоляторе. Сам Игорь Марков в зале суда сказал, намерен идти до конца. Раз уж его хотят посадить за убеждение, готов за них отвечать.